Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Различные СМИ сообщают, что доклад Мюллера наконец доведен до конца. У нас нет никакой инсайдерской информации о нем, однако Белый дом, судя по всему, тоже так считает. Если доклад Мюллера на самом деле будет отправлен, то сначала он поступит к генеральному прокурору и его заместителю, и никто особо не спорит по поводу того, как дальше должны развиваться события. Демократы требуют публикацию всего документа. Президент Трамп с ними согласен. Он сказал, что хотел бы видеть этот доклад опубликованным, чтобы избиратели сами смогли его оценить. Но пока мы на секунду попытаемся встроить эту затянувшуюся историю в определенную перспективу, наша работа состоит в том, чтобы создавать хронику происходящего в этой стране за последние несколько лет, а также помнить, что с ней самой стало за это время. Наши внуки хотят это знать, но они никогда не узнают деталей, если левые добьются своего. Это будет лакировка действительности, как это часто уже происходило. Поэтому давайте вспомним, чему вообще было посвящено расследование Роберта Мюллера, а также подумаем о том, почему мы вообще получили специального прокурора. Смысл был не в том, чтобы определить возможные махинации в налоговых декларациях президента 30-летней давности, или что-то еще. Расследование Мюллера с самого начала было оправдано одним вопросом. Существовал ли сговор между Трампом и российским правительством с целью повлиять на результаты президентских выборов 2016 года? И не предал ли президент свою страну? В течение почти трех лет демократы говорили нам, да, он сделал именно это. На мой взгляд, нет ни тени сомнения в том, что сговор существовал. По крайней мере, была предпринята попытка сговора. Думаю, существует большое количество очевидных доказательств сговора. Нужно будет еще многое об этом узнать. Я верю в то, что это был сговор. Начинает все больше попахивать сговором. Мы видели убедительные, твердые доказательства относительные компании Трампа. На самом деле, семья Трампа, вероятно, очень хотела вступить в сговор с Россией. Вот это весьма серьезные обвинения. А если вы выросли в этой стране, то не так просто стряхнуть их. Сегодня Максин Уотерс просто очередной номер развлекательной программы. Но о Нэнси Пелоси такого не скажешь. Она третья в списке наследования полномочий президента. Адам Шиф является председателем Комитета по разведке Палаты представителей. Он имеет доступ к самой секретной информации, которой располагает наше правительство. Джон Подеста был главой аппарата Белого дома. Он был старшим советником в другом Белом доме. Бетта О'Рурк собрал больше денег, чем другие кандидаты на следующую президентскую кампанию. Подобные обвинения делаются не какими-то периферийными фигурами. Это самые серьезные люди среди демократов, и мы серьезно это восприняли. Мы понимали наш долг понять, почему они называют президента Америки предателем. Поэтому в этой программе мы провели интервью с некоторыми из этих людей. Одним из наиболее рьяных обвинителей был конгрессмен Эрик Сволвелл. Если бы на самом деле существовали какие-то доказательства сговора с Россией, то Эрик Сволвелл, несомненно, знал бы об этом. Хотя он так ничего и не представил, хотя мы постоянно спрашивали. Вместо этого Сволвелл обвинял нас в том, что мы сокращаем его время в эфире и не даем ему слова. Наконец, мы предложили ему целых полчаса живого эфира для того, чтобы он рассказал нам об имеющихся доказательствах. Если у вас есть хоть какие-то доказательства сговора, хоть какие, не важно, насколько они малы, то я дам вам слово. Я серьезно, потому что я хочу, наконец, покончить с этим. Через несколько месяцев Сволвелл принял наше предложение. Он пришел на шоу, однако не представил ни одного доказательства сговора команды Трампа с кем-либо. Вместо этого он обвинил нас в том, что мы работаем на иностранную державу. Мы спросили, почему люди не могут увидеть какой-нибудь меморандум, относящийся к расследованию. Вот что он ответил. Что касается меморандума, что я такого сказал, что подвергло опасности нашу страну? Ты распространяешь историю, которую предлагает администрация Трампа. Ее поддерживает и Путин, ведь ее ретвитят русские боты. Если ты принимаешь сторону Путина... То есть я работаю на Путина, а ты видишь этот сговор? Если ты на одной стороне с Викиликс и Путиным, тебе нужно остановиться и задуматься, на чьей ты стороне. А когда мы попросили его показать те правительственные документы, которые он сам видел, он заявил, что мы предатели. Было очень много такого рода разговоров за последние пару лет. В результате Вашингтон полностью изменился. Люди в этом городе сегодня напуганы. Они следят за тем, что говорят. Они не посылают сообщений по имейлу, боясь, что на них могут донести. Такие демагоги, как Сволвал, терроризируют их. С самого начала расследования Мюллера не было, по сути, никаких честных и публичных дебатов о том, что происходит или уже произошло. Конгрессмен Адам Шиф был гостем программы в начале президентства Трампа. И мы задали ему простой, основанный на фактах вопрос о том, что мы знаем и чего мы не знаем об обвинениях по поводу сговора с Россией. Мы задали ему такой вопрос. Вы уверены в том, что это российское правительство взломало почту Джона Подесты? Вы можете посмотреть в камеру и сказать, что вы уверены в том, что Владимир Путин стоит за взломом гугл-аккаунта Джона Подесты? Разумеется, правительство Владимира Путина стояло за взломами наших сервисов. Джона Подесты? Не только его. По всей Европе. Знаете что? Вы лукавите. Посмотрите в камеру. Посмотрите и скажите это. Я... я думаю, что Рональд Рейган... Вы не можете сказать... Да, да, Рональд Рейган. Ты мутишь воду для Кремля. Ничего подобного. Вы заседаете в Конгрессе и не можете сказать в камеру, что знаете. Думаю, тебе нужно вести свое шоу для российского телевидения. По сей день самые основные, самые элементарные вопросы относительно обвинений в сговоре с Россией продолжают оставаться без ответа. Тем временем мы перестроили всю внешнюю политику. Мы посадили американцев в тюрьму на основании обвинений, которые никто не хотел доказывать. Откуда нам это известно, конгрессмен? Заткнись, ты российский агент. Ветераны теории заговора, похоже, совершенно не испытывают стыда и не внемлят голосу разума. Они не вступают в спор, они просто обвиняют. И они не считают необходимым что-то доказывать. В какой момент вы провели эту черту и поняли, что не станете обвинять президента в шпионаже для России без доказательств? Да, он предал нашу страну. Мне нелегко об этом говорить. Я семь лет проработал прокурором. Он предал страну, и нам нужны доказательства, прежде чем мы сможем об этом заявить, но вы упомянули российского агента. Да, он работает на них. Вам, как прокурору, известна разница между вескими доказательствами и косвенными уликами. Сейчас я не вижу доказательств того, что он был русским агентом. А я считаю, что это и так ясно. Лежит на поверхности. Речь не только о сволвале и шифе. Некоторые из числа наиболее уважаемых фигур в нашем обществе предпочитают именно такое поведение. Их заявления столь безрассудны и столь вредны для нашей страны, что почти невозможно поверить, что это происходит на самом деле. Пока вы смотрите это видео, помните, что Джон Брэннон был главой ЦРУ, одной из самых могущественных организаций в мире. Мои клиенты доложили, что специальный советник Роберт Мюллер имеет доказательства того, что Майкл Коэн, личный адвокат Трампа, тайно ездил в Прагу летом 2016-го в ходе президентской кампании. Согласно приближенному источнику, подтверждение поездки могло бы подтвердить наличие железного занавеса. Докладывают, что господин Коэн был в Праге, несмотря на его отрицание. Многочисленные отрицания. Существует все больше свидетельств того, что в этом что-то есть, и это совсем не охота на ведьм. Майкл Коэн был в Праге и встречался там со своими российскими коллегами. Именно это и сказал Джон Брэннон. Вы можете сказать, если кто-то и должен что-то знать об этом факте, то это директор ЦРУ. ЦРУ знает все. Может быть, за исключением ответа на один вопрос, а сам Майкл Коэн, возможно, знает больше. Коэна прямо спросили об этом в Конгрессе, когда он давал показания. У него не было оснований для того, чтобы защищать Трампа. Вот что он сказал. Вы бывали в Праге? Никогда там не был. Никогда? Никогда не был в Чехии. Ваша честь, у меня все. На тех же слушаниях Коэн также сообщил, что за все годы работы в качестве личного адвоката Дональда Трампа, а это наиболее близкая к личной жизни Трампа позиция, он никогда не видел никаких признаков сговора с Россией. Любой честный человек посчитал бы такое заявление началом конца всей истории. Однако было уже слишком поздно. К этому моменту расследование сговора обеспечивало такие потрясающие рейтинги телеканалам, что остановить этот процесс было уже невозможно. Поэтому участники этой игры продолжили ее и делали все так, как повелось с момента инаугурации. Вечер за вечером они демонстрировали бесконечный парад с участием горлопанов, шутов и недоумков, и все они утверждали, что им что-то известно о сговоре. Одним из тысяч подобных примеров можно считать самопровозглашенного эксперта в области разведки, Майкель Маненца. Когда Бенедикт Арнольд передал планы оборонительных сооружений Вестпойнта майору Джону Андре, то майор Андре был схвачен, хотя у задержавших его людей не было какой-либо реальной информации, которая связывала бы переданные планы с Бенедиктом Арнольдом. Кроме того, что в тот день он один раз его видел. Однако всем было известно, что это предательство, и этот человек был повешен. Таким образом, в определенный момент здесь появится мост из данных, которые уже станут неопровержимыми. Спасибо за урок истории, господин Нэнс. Его повесили. Давайте повесим и этого парня. Благодаря подобной пропаганде, 53% избирателей сегодня считают, что члены избирательного штаба Трампа работали вместе с Россией для оказания влияния на выборы 2016 года. 67% демократических избирателей считают, что Россия каким-то образом подтасовала итоги голосования. Никто и никогда так и не объяснил, каким образом русские смогли это сделать. Но, разумеется, они это сделали. На канале CNN об этом говорят каждый вечер. У такого рода действий должны быть последствия. После появления доклада Мюллера, когда неопровержимо будет доказано, что Дональд Трамп не вступал ни в какой сговор с русскими, многие люди, постоянно утверждавшие обратное, без каких-либо доказательств, должны быть наказаны. Конечно, речь не идет о тюрьме, но их нужно основательно пристыдить и заставить извиниться. Если бы республиканцы три года безосновательно обвиняли Барака Обаму в том, что он был в сговоре с Ираном, то смог бы после этого кто-нибудь из них работать в СМИ или в политике? Это риторический вопрос. Ложь и безрассудство не следует игнорировать. В 2003-м штаты вторглись в Ирак на основании того, что Саддам Хусейн якобы обладает значительными запасами химического и биологического оружия. Многие из нас поверили этому. Однако это оказалось ложью. Погибли тысячи американцев, потрачены триллионы долларов, никто не был наказан. До сих пор Макс Бут получает заработную плату в газете Washington Post. Билл Кристалл появляется на телеканале MSNBC. Джон Болтон сегодня является советником по нацбезопасности. Не было никаких последствий. Таким образом, мы начали целую серию странных и жутких войн. И все они с совершенно предсказуемым результатом. Никто не извлек никаких уроков. А извлечем ли мы какой-то урок из мистификации с российским сговором? Не получится ли так, что все те же лжецы и шуты будут задействованы в следующей игре? Изменение климата, новый зеленый курс! Мы не можем предоставить вам детали, это слишком важно. На самом деле, все это, несомненно, произойдет, если только мы не вспомним точно то, что мы недавно увидели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин